Что нас ожидает в ближайшем будущем в моде? Что говорят звезды? Наверное, милитарий стиль. Стиль милитарий. Это без сомнения. Без сомнения, на ближайшие лет 5-7. Это действительно так. В моде начинается тот самый стиль, реальный стиль, который потом в обществе агрессивно проповедуется. Действительно, можно посмотреть перед Второй мировой войной, как это было. Все эти стрижки об этом облике, костюмы. И вот сейчас такая тенденция в моде, скорее всего, будет дежурнировать в ближайшие несколько лет. Поскольку это такие идеи, они носятся в воздухе. Вернее, их агрессивно нам, как правильно говорить, навязывают. Но так как данная тенденция не имеет пока альтернативы, я так думаю, что на 5-7 нам еще вот этого хватит. Поэтому, думаю, что ответ на ваш вопрос. И песни существуют. И песни такого хитра, конечно. Вот 10 лет назад мой муж написал песню «Это крысь». И по совести это росли. И вот когда мы ехали, батюшки будут брать благословения, он говорит, ставьте памятник. Потому что он сделал памятник, и когда это назван. Он говорит, на крайней точке, на юге России. И показал Крыму. Ну, когда это было в границах государства, которое сегодня очень демонстрирует всем большую демократию. Даже в Юкраине, где-то, куда-то, Дагестан, вообще-то, если так говорить. Ну, я тоже, наверное, про Крыму сказала. И 10 лет назад вот была написана эта песня, я написала музыку, Валим написал песню. И сегодня ведь поэт, как говорил Пушкин, прости больше, чем поэт. Он даже больше, чем островок. Что ему там, откуда переходит тема. И вот сегодняшний, когда он только берется за перо, там пишет, я говорю, Валик, только чтоб не было войны. Пиши что-нибудь оптимистичное. Он говорит, я не знаю. Знаешь, и выходит, когда такие вот песни, боевые, военные, которые мобилизуют дух. И уже никакой альтернативы у нас не будет. Альтернатива, конечно, она есть. Она же всегда должна возникать, как противодействие. Ну, жесткая романтика, вот как девушки сидят. Ну, романтика военная тоже существует. Романтика военных будней тоже существует. Вот замечательный вопрос, Рожде. Жесткая романтика. Вы не могли бы подробнее, что это такое? Я вот знаю выражение «жесткая ретро». Вот, мне очень нравится. Да, такое «жесткая ретро». Ну, не скажите, что это такое. «Жесткая ретро». Я могу даже показать. Вот не сейчас, а… «Жесткая ретро» — это я, если бы, открою один из десяти своих шкафов, вот это будет жесткая ретро. Я одену на себя что-нибудь. Да, когда человек просто посмотрел модный журнал, увидел, что сейчас в моде винтаж, и где-то прикупил какую-то шляпку, это одно, то есть, когда он открыл тесаные шкафы. Это же прям сильно жесткая. Но ретро, понимаешь, оно уже ретро, а винтаж — это все-таки осмысленная вещь, переработанная на современный стиль, как нью-классика. Это уже что-то забытое, но осмысленное сегодня. А новая романтика — жесткая романтика. Это тоже осмысление того, что вот мне, например, тяжело ходить на шпильках, я могу одеть тюлевое платье и не ботинки. Вот это будет жесткая романтика. И сделать макияж вот такой. Красивый. Жесткий. Несколько готический. Тоже будет романтика. Да? У меня, кстати, была такая почетка пять лет назад. Афиша даже была такая. У меня за эту почетку потом очень долго рыбал мой муж, и я поняла, что все мужчины — консерваторы и трусы. Как только женщина меняется, собственный муж... Консерватор мой. Нет, тебе это не идет, это не надо. Некоторому мне нравится наоборот, когда каждый раз новая женщина. Уж какой у женщины арсенал по изменению собственной внешности, от этого изменить свое состояние, своего настроя и свои цели. Вот мы все знаем. Поэтому тут как бы мужчины очень далеко до этого. Но они к этому успешно стремятся. В последнее время. Но пока не мешает милитаре. Не мешает. Милитаре никогда никому не мешало. Наоборот. Оно очень объединяло людей. Против других людей. Это всегда так. Это очень разумно. Но на следующем показе у меня будут дубленки милитарные. Вот видите? Вот видите? Значит, я прав. Или это будет полезно? Потому что те, кто люди помнят, первое появление эстрады было, я вышла в блокированных сапогах в Галифе. И в этом же Галифе я была, когда запрещали крыльцу. Мне везет, что я могу достать второе увеличение. Так, значит, в следующем показе мы хотим шумить. Ну, мы уже знаем. Как вы знаете, у нас дни тематические. Я так чувствую, осенью у нас тематический день на леснице. Ну, я хочу совместить свой показ, конечно, с презентацией альбомов и его зануть в первую очередь. И я бы хотела сносить показы. У меня были показы. Они, правда, приватно и закрыты были. У меня народные модели. То есть все мои клиенты, которые у меня сшиваются, они как раз мои модели. Это дети, это друзья и те люди, которые просто, ну, тоже в модном приговоре, скажем так, народные модели. Потому что я горжусь тем, что я могу достаточно вакуументную женщину, а дети очень изящные. Совет, она придет, посмотрит в зеркало и скажет, что она на четыре рот первым. И я этим говорю, что у меня есть такие модели. Точно так же, как и мужчины, я могу сделать ее более брутальным. Ну, это лишь не ради того, что то, чем вы занимаетесь, это настоящий искус. Потому что оно как одолго. Ну, это мне нравится. Это, действительно, это счастье заниматься тем, что тебе нравится. Павел, скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, расположены звезды? Что нас ждет осенью? Будет свой показ? За счет показа? Ну, за счет показа и всего, что было заявлено. Блистательно все это пройдет, так что вы не волнуетесь. Есть такие звезды, они по-жимому. Павел, а мы заработаем денег? Когда художники будут в России, наконец-то, сытые и богатые. Гордо держать голову и стиль милитария. Значит, еще ближайшие десять лет я с вами. Да, разумеется. Вас никто не отпустит. Вы знаете, ни 10 лет, ни 20 лет. А шкатулки не устали. Да. Ничего подобного. Но мне тоже придется остаться с вами. Именно придется. Потому что сейчас ведь новые условия. Сейчас, чтобы перейти в метро, нужно какой-то конкурс пройти. Да, да. Это новый тренд. Да, поэтому я с вами. А я считаю, надо осваивать новые рынки. Вот я, например, в этом году была в Монголии. Меня встречали, приглашали женщины Монголии, книжны, для празднования Дня Победы. Честно могу сказать, я ехать не хотела. Но у меня были какие-то вот такие вот подсмутные такие. Думаю, что-то я, наверное, не то делаю. И я все-таки полетела. Что вы думаете? Приземляется самолет в Улан-Баторе. И стоит делегация, человек 50. И меня встречают. Я думаю, вот это да, Вика, если бы ты не приехала. Несколько телекомпаний. Все, собственно говоря, какие в Монголии есть. Дети, женщины, княжи с какими-то национальными одеждами. И я стою, думаю, слава Богу, что я приехала отметить День Победы. Они устроили такой праздник. Он транслировался на весь Улан-Батор. Потому что это очень просто. И в то же время там интересно. Я не успела, чтобы я туда приехала. Вот. Они взяли великую китайскую певицу. Самую известную народоженство в Канаде. Меня, значит, они пригласили в известную народную русскую певицу. Которую вот просто вот народ на уме. И когда они спрашивали того, того. Но они в основном спрашивали народ удивительно. Побратимы Монголии. Это наш Улан-Батор. Это Бурятия. Вот. Женщины Бурятия сказали. Вот. Надо видеться голову. Это точно будет нормально. И одна женщина-монголка. Она как раз вокалистка. Она заканчивала нашу консерваторию в Екатеринбурге. У нее шикарная, роскошная мини-сопрано. И мы пели с длина оркестра. То есть я не хотела. Я говорю, что там были народные симфонические оркестра. Ветхие оркестра. В общем, это... И почему я сказала, что расширяет сферу деятельности? Что я думаю, что в Монголии можно шить дубленки. У нас открываются, да. Новые рынки и, соответственно. И здесь наша армия. Они тоже ходили в дубленки. А потом и Северная Корея будет подтягиваться. Благо, недаличие. Недаличие. Нет. А в Монголии все-таки далеко, через Батрую. Да, далеко. Да, далеко. Да, далеко. Но там очень красиво. Вот эти степи и... Там запад Понголии, это, кстати, Алтай еще. Там гораздо интереснее. Там и листок Енисея. Да, и листок Енисея. Да, и листок Енисея. Ну, я была точно. Очень красиво. Как раз западная Монголия, которая примыкает в Казахстан, в Дове, северо-западная. Там гораздо красивее, чем вот эти степи. И пустыни там, в обе есть. Это не я была, потому что я заслуженная артистка в Казахстане. Единственное звание, которое я имею в виду. Оказывается, головым пением. Отлично. Пробовали? Да. Уважаемые коллеги, на самом деле мы не только говорим сами с собой, мы с вами. Пожалуйста, нам что-нибудь расскажите. Мы с вами. Да. Не уходим на это. Ну и, собственно, я думаю, настало время вопросов, потому что так мы можем говорить очень долго. Я прошу вас. Пожалуйста, представляйтесь. Называйте. У меня вопрос к астрологу. Каково будущее России на ближайший год? Я все время выписал эту книгу «Россия – 21-й век», которая в первом издании как раз сказала о Крыме. Это 2009 год. И было сказано, что за это я стал не въездным сейчас в Украину или в Украину. Мы, так как вы, на Украину, у меня там все-таки… На. На. Да. У нас на. Хотя у меня папа с Украины как раз родился, приятел от Миницкого и, в общем, там все их корни и так далее. В 2009 году, когда было сказано в первом издании книги, было написано, что в 2014 году в начале года Украина распадется, по сути, на три части. Восточная и Украинская Федерация перестанет подчиняться к центральному правительству в Киеве, а Крым для украинцев будет закрыт, и он будет для них, как в свое время для нас чечня, но это уже серьезно, надолго, то это было воспринято просто как, ну, такой, что это, юбор, что ли. Нет, не вызов, а мне говорят, ну, так пошутили, так, наверное. Ну, как это может быть такое. Потом, когда все это произошло, вот это второе издание пришлось сделать, так что по поводу вашего вопроса могу сказать, что это все заражено было. А что касается ответа на ваш вопрос, то я не думаю, что нужно ожидать чего-то совсем дурного. Вот, то есть это всерьез и надолго, и эти тенденции не закончатся в ближайшее время, они продолжаются. Это только начало. По сути, даже начала нет. Это такая артподготовка к тому, что должно быть у нас по-серьезному. Начнем, скажем, где-то 20-21 год. Это я могу сказать совершенно четко. Есть циклические закономерности. По сути, астрология — это наука, потому что она связана с циклическими закономерностями. Она не предсказывает будущее, она определяет некие тренды. Ну, то есть вот, скажем так, вот прилив будет, скажем, вот Большая Луна, кстати, вот как Шамана раньше говорили, вот Большая Луна — вот, значит, прилив жди, там, большой прилив будет. Кстати говоря, можно в это не верить, но поезжайте на океан, увидите, вот когда полнолуние, прилив всегда больше, чем когда новолуние. Это без сомнений. Можно не верить в это, скорее, неполный пред и так далее. Ну, конечно, Луна притягивает, а солнечная активность и так далее. Вот суммарные вот эти циклические закономерности — это то, чем занимаются как раз мы, хотя нас подвержают разным мнением, считают да, нет и так далее. По-разному относится. Но не в этом дело. Есть циклические закономерности. Например, 2020-2021 год. У нас 2020-2021 год — это реальный год, это время начала больших перемен. Реальный, причем не только у нас, а вообще, в принципе, в мире. Почему я об этом говорю? Проект 20-го года. Начало 21-го года. Две самых больших планеты, в том числе, с тем как бы не относиться. Вот Юпитер и Сахун. По массе они самые большие. По размерам тоже. Они будут находиться в одном и том же секторе. Они находятся в соединении. Происходит такое раз в 20 лет. Это реальность. Это математика. Это математика. Последний раз они были в мае 20-го года. И вот тренды в мировой геополитике реально изменились. Это точно совпало буквально в течение нескольких дней с первой инаугурацией нашего замечательного президента Владимира Владимировича. Была это его презентация инаугурация 7-го мая. А соединение было 23-го мая в течение двух недель. И смотрите, что происходит. Вот это все стало, можно по-разному назвать этот наш период, но то, что там в Америке приходят Джордж Буш, его консерваторы и так далее, проходит. Вот все это наше 20-летие будет проходить под знаком передела энергетической собственности. Недр. В зодиакальном значительце происходит вот это соединение 2000-го года. И вот это все переделы войны там, где либо нефть, либо газопроводы, либо там... Леса, вода. Леса, вода, то есть недра. Везде все будет передел собственности. И геополитика будет строиться вокруг этого. У кого-то отнять, отжать, отобрать, поделить. Никаких ноу-хау, никаких научных разработок и технологий, ничего этого. Я сразу же в 2000 году говорил, что вряд ли надо ожидать в течение 20-ти лет. Вот это на 20 лет. Поэтому кто бы не менялся в это время, какие бы личности не приходили, там, допустим, Джордж Буш, там, Барак Обама в Америке, сейчас Хиллари Кринтон и так далее на подходе. Вот все будет одно и то же до 2020-2021 года. А вот в 2020 году, 21 декабря, аккуратно в это время, и чуть позже, Юпитер с Сатуром будут соединяться в зодиакарном знаке Водолей. И вот это меня очень радует, потому что это будет связано с различными ноу-хау, с научными технологиями, с новшествами. Вообще это совершенно другое время. На 20 лет. В это время как раз у нашей страны появится огромный шанс. Огромный шанс на 20 лет. Так что вот этого времени я ожидаю и совершенно четко понимаю, что чтобы сейчас не было в течение 4-5 лет, ну, нам просто надо было ждать смены одной маски на другую маску, одного фигура на другую. И вот кто продержится до этого времени, у кого будет лучшая команда и лучший проект, вот тот, в общем-то, и будет иметь все шансы в течение 20 лет быть ведущим лидером. Но к этому времени, как по традиции проекта, раз в 20 лет такое у человечества появляется, ну, такой шанс. До этого был 81-й год. Кстати, интересно, 81-й, 82-й. Как у нас потом хохнили на эту тему, началась пятилетка пышных похорон в Советском Союзе. Смотрите, менялось руководство реально. Потом оно изменилось настолько, что, в общем, поменялась страна. Поменялась страна. А до этого, кстати, было, вот смотрите, 1961-й год. 61-й год, февраль-десяц. Всего два месяца до космического проекта и так далее. Вот мы отмечали буквально пару дней назад, 55 лет с полета человека в космос. И вот смотрите, это все началось, космический проект. И не только, что не просто там полетели мы, потом американцы и так далее. Это целый проект научный, производственный. Все то, что мы сейчас, вот эти мобильники, и после вашей, это все, вот эти ошмёртки, это все последствия открытий, сделанных, вложенных вот в этот космический проект. Вы это прекрасно понимаете. Это в 61-м году. А до этого, простите, 40-й, 41-й год. Это конкретно Вторая мировая война. И так далее. По 20-летиям можно выстраивать геополитические проекты. Я не буду вас упомлять этим, но вот то, что у нас происходит сейчас, началось в 2000-м году и закончится в 20-м, 21-м. Вот 20-м, 21-й год, это реально время перемен. До этого можно, кто угодно может говорить, можно поаплодировать, прекрасно, завтра будут перемирные, новые 100 дней, мы в экономике прорвемся и так далее. Это все будут предвыборные обещания, либо PR-компания. Но кто к 2000-му году придет и уже сейчас может, скажем, подготовить вот этот вот большой проект с большой буквы, у того будет прекрасное время. Вот как понимаете, это все равно, что нужно дождаться своей волны. Вот серфингисты прекрасно понимают, если ты не дождешься волны своей, тебя могут просто смыть. А дождешься этой волны, поднимешься на изю гребни. И все. И ты уже на этой, на этом гребне становишься этим самым чемпионом. Вот так же и здесь. Поэтому, ответить на ваш вопрос, я еще жду, и мы все будем ждать, нормально, 4-5 лет. Всего лишь на все. И все во власти Божьей. Разумеется. Разумеется. Разумеется, конечно. Всех наших старцев, знаменитых, известных, святых людей, которые предрекают, говорили, писают, предупреждают нас. А вот здесь, что сегодня есть, мы просто услышать не хотим. И очень многие вещи давно написаны для нас, и они существуют. Мы просто к ним не обращаемся. Нет. Павел, вот я вижу, вы пришли сегодня с замечательными книжками, которые... Вы еще не знаете замечательный мир, нет? Но я так верю, чувствую, что... Не надо верить, надо проверять. Наши знаменитые столицы, дайте 20 лет, а Россия, она... Ну, не дали 20 лет. Не дали. Поэтому сегодняшний шанс, надо не упустить. Конечно. Потому что, на самом деле, все цветы циклы, что Россия устоит, надо молиться. Ну, в том-то и дело. У нас шанс на 20 лет есть, да? 20 лет. Водолей, это как раз... Поэтому соединение, Водолей... Россия, она победила с нами. Конечно. Правильно. И это такой знак, который в виде креста существует. Значит, есть и с нами Божья Матерь, и крест... Нет, у нас шанс есть. Шанс с большой буквами. Это реально. Простите, я ваши вопросы не расслышу. Да, мы не могли подробнее рассказать про вашу книгу. Ну, вот эту вот книгу я уже говорил в своё время, почему её два раза пришлось переиздавать, потому что, как раз, вид вот, в частности, о Крыме, потому что это, ну, оно было неожиданно. Это было, на самом деле, в первые, в 2005 году, пришлось в дом жюри наступать, и вот там об этом и открыли. Украинцы в чём говорили, что он пошутил вот так, или что-то там не может быть такого. Украинцы стоят на месте, мы, в общем, чуть позже выбрали Янукович, и всё будет в порядке, и что подобное. Тысяча, ты год прошёл. Это вот эта книга, вот тенденция, которая нас... А поэт на десять лет обоаннала строго. Что? Ну, поэт, который написал песню. Ну, правильно. И наука, и... Потому что поэт в России больше, чем поэт. Это верно. Ну, а как? Ну, вы понимаете, а Лермонтов, который в своё время... Мы, естественно, не пытаемся тут сказать, ну, хороший, просто ваш путь, и подтверждение, и событие. Это разные пути. Разные пути, однако ведущие к тому и тому. А вот эти две книги, они совершенно другие, если вы задаёте эти вопросы. Эта книга, по сути, художественная. Эта книга, по сути, детективная. Не по сути, а реальная. Как пришёл к этому, могу рассказать. Чуть-чуть, чуть-чуть. Это мой знакомый, который сейчас занимается в медицинском комитете очень высокую должность, в своё время мне сказал, Павел Павлович, у вас огромное количество историй, реально накопилось, работы, просто вы помогали проводить это много. Но это правда. На самом деле, уже двадцать с лишним лет, разные там есть истории, которые я не хочу рассказывать, но они реально существуют. Напишите когда-нибудь в художественной форме, что у вас было. А я ищу по образованию историк. Это реально. Историк-архивист. У меня хорошее образование. Образование очень хорошее. Сейчас, правда, не люблю это название РДДУ. У нас было в ГИАИ. Вот это государство, историко-архивный институт. Очень хорошо. У нас учили работать с реальными документами. Мы знаем, что это такое. Архивирование и так. Всё это хорошо. Здравствуйте. Вот. И потом, в нашей российской истории было столько интересных сюжетов и поворотов, что когда там, вообще, извините, когда исторический роман там читаешь, или там сериалы, пишут 50 раз об этих самых, там, «Перебывают грязные льёи Екатерины Великой». Про Петра Первого уже столько романов, я не знаю сколько. А вот есть истории у нас абсолютно чётко детективные. Их опишите. У нас столько интересного. Никто этого не делает. Вот я взял одну из историй. Реально детективную историю прошлого с уникальными совпадениями. Оно связано не просто с чем-то, а с историей князей Долгоруких. Не просто князей Долгоруких, а девушек из этой, скажем, замечательной династии Долгоруких, которые несколько раз в нашей истории играли совершенно жуткую чёрную роль. Это правда на самом деле. Совпадение, совпадение. Взял их за основу. Потом перенёс их в современное, в наше время. И вот эта перекличка между двумя эпохами, даже тремя или четырьмя, породила вот этот вот детектив. А главная идея вот какая. Сейчас я эту историю позволю себе рассказать. Главная идея вот какая. Я считаю, что очень многие резонансные преступления через какое-то время повторяются. Опять же есть циклические закономерности. Абсолютно чётко. Даже более того. Есть у меня реальные доказательства этого. Почему? Не только потому, что мотивы одни и те же. Зависть, жадность, здержательства, властолюбие. Это правда на самом деле. Но кроме всего прочего, есть интересный маленький такой вот реальный исторический пример. Я после этого выявил вот такой закон, который назвал законом Матрицы. Что реальные носители этого преступления в настоящем, как правило, рождаются в один и тот же день со днём смерти того, кто являлся прототипом. То есть кто впервые совершил преступление, потом его так и казнили, он умер своей смертью. И вот рождается в один день, через долгое время, человек в один день со смертью. И он может, если у него были такие же склонности, носителем быть. Почему я это определил? Почему определил? Потому что была история реальная. Вот все здесь взяты за основу истории Александра Второго, царя освободителя, кстати говоря, едва женившегося на Екатерине Долгорукой. Реально. До этого, интересно, Пётр Второй, его правда не прямой предок, тоже едва не женился на Екатерине Долгорукой и помер не за долго до свадьбы. Александр Второй ехал к этой со своей жене Екатерине Долгорукой и был взорван на родовольцы. А до этого первая жена Михаила Фёдоровича Мария Долгорукая. Это реально. Первая Долгорукая в истории это Мария Долгорукая, четвёртая жена Ивана Громного, которую он обвинил в том, что она была неевственной и приказал утопить в пруду рядом с Александром Ислободочем. Было проклятие. Она сказала это реально, но эта история через сто лет была написана. И потом Костомаров её описал в своём сочинении историческом. Он сказал, что девица Долгорукая прокляла Ивана Грозного, что у него все дети умрут, и он умрёт и так далее. Но это было реально. А потом сказал, что все, кто будет из российских государей брать в жены девицы из рода Долгоруких, либо не сам долго не проживёт, либо они будут умирать сами. Реально. Первая Мария Долгорукая тоже Мария Долгорукая у Михаила Фёдоровича умерла своей смертью, царь погрузился в кручину, стал в общем-то в депрессии, как сейчас. И, в общем, прожил там 49 лет. Но, тем не менее, это был уже не тот государь, что раньше. Далее. И вот две Екатерины Долгорукие. Реально. Четыре раза Долгорукие и четыре раза единые вот такие истории. Да. Я взял за основу. Так вот, я чего это говорю, потому что так работает закон «Матрица». Александр II был взорван на набережной Екатеринского канала вот этими пятью народовольцами, один из которых, Игнатий Ленивицкий, умер вместе с ним в один день, он его взорвал. Восьмое покушение. Но интересно. Этих народовольцев повесили пять человек, повесили через месяц, там же в Санкт-Петербурге, 15 апреля 1881 года. Это что-то интересное. Это реальная история, которую вы можете прочитать, отгуглить хоть сейчас. Прямо. В этот же день, 15 апреля 1881 года, рождается в Саратовской губе маленький мальчик, который совсем ничего не знает об этом, о том, что когда-то повесили там народовольцев и так далее. Но он с детства был, мечтал убить царя. Звали его Слепан Балмашов. Потом он стал анархистом, потом он стал будущим террористом, он вошел в круги, там был такой знаменитый Гершуний, который с ним есть, потом знаменитый Азиев и так далее. И что он сделал? Когда ему исполнилось 21 год, в этот же самый день, 15 апреля 1902 года, он пришел ко второму лицу в государстве, к министру внутренних дел Сипягину, и разрядил в него обойку пистолета. И убил его. Представляете, потом его повесили. Вот так вот. Реальная работа Матрицы. И это было взято за основу. Это реальная история. Реальная. Это не выдуманная история, а вполне реальная. Ее кто угодно может отбуглить. Таких историй очень много оказывается у нас. Наша российская история на сюжетах очень богата. Почему наши писатели замечательные не берут эти сюжеты? Почему они не используют каких-то вот три по третьему, по четвертому кругу? Все то, что уже было много раз написано. Это простой путь. Простой путь, конечно. На западе сериалы снимают, или так сказать, фильмы снимают, как в графине Баттери уже там, я не знаю, пять или шесть фильмов я видел. А то, что у нас была такая графиня Баттери еще хуже и круче. Такая Дарья Салтыкова, которую называли Салтычиха, и она делала гораздо более крутые вещи, чем Баттери. Почему? Еще черной магией занималась. Реально, кстати, вполне. Поэтому было образцово-показательный процесс Екатерины Второй. И в Ивановском монастыре она провела свои последние остатки дни. Да еще можно было бы, если поставить фильм, то там можно было еще сказать, что это... Поэтому нас и хотят погнать за европлинику. Совершенно верно. А мы туда не влезаем, туда не помещаем. Что эта маленькая горбатая женщина оказывается сумела еще соблазнить целый взвод солдат. Да. Которые выстраивались к ней в очередь. Представляете? В ее камеру. Для того, чтобы она получить от нее любовь. Это реальная история, кстати. Это правда на самом деле. Почему никто это не описывает никогда? Я просто на вскидку об этом говорю. Так вот я решил восполнить эту историческую несправедливость, и внести свой небольшой вклад в эту область. Вот, собственно говоря, чему посвящены эти мои... Срочно Николков. Эти диктивы керапаны, да. И, кстати, там, между прочим, чтобы закончить, поместить в вашу ювелирную... Даже так. Да, даже так. И фэшн, и фэшн тоже вот вопросом. Там у меня действительно действует одна из героинь, она бывшая модель, которая, в общем, там занимается всякими продумыванием жутких интриг. Она у меня прототип этой катеньки долгорукой. А везде у меня действуют артефакты с прошлого. Ювелирные артефакты с прошлого. В этом романе действует как раз герб семейства, герб князей долгоруких. Вот, как раз обыгрывается из четырех частей, потому что здесь башня, здесь орел, здесь рука со стрелой, и здесь архангел. Вот четыре этих самых части этого герба, долгоруких, они являются ключом к раскрытию этой тайны, которая восходит к далекому прошлому. И астролог здесь как раз он помогает расшифровывать эти преступления, потому что ему как раз ведомы данные циклы. Он ищет потенциального преступника среди тех людей, которых он встречает в ближайшем своем окружении, губернатора. Вот есть губернатор действует, который родился в один день со смертью Александра Второго. И вот кто в его окружении может быть этим самым преступником, и вам нужно определить по дате рождения. Пожалуйста, да? Я на тебя читаю. Вот, собственно говоря, к чему это относится, так что к юмилеевому делу это имеет, в общем, непосредственное отношение. У вас, кстати, не было? Вам не заказывали герб в Долгоруких? Пока нет. Надеюсь, что у вас есть. Это вопрос времени. Уважаемые коллеги, еще вопросы? Вы так интересно рассказали про первую книжку, наверное, про вторую книжку. Это вторая книга как раз. А первая книга, она посвящена Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Ой, какая интересная. Конечно. Вот в этом году 125 лет со дня его рождения. Из-за того, что сам Булгаков очень интересовался астрологией. У него там, если вы... Кстати, никто не понимает, что... Кроме того, что он был врачом. Но вот если помните, когда Берлиоз, вернее, Берлиоз появляется, это первая глава. И когда Волод появляется, он прямо делает гороскоп Берлиоза. Он ему говорит, Меркурий раз-два, Меркурий в втором доме, Луна ушла шесть и счастье, вечер семь. И, кстати говоря, абсолютно, после этого он говорит громко и радостно, объявляет вам отрежен голову. Кстати говоря, любой бы настоящий астролог, он совершенно четко бы сказал, что это такое. Луна... Меркурий во втором доме... Что такое второй дом? Это материальные проблемы. Меркурий — это мышление. Меркурий — это умение контактировать. Мышление материальное. Не видит ничего, кроме того, что приносит деньги или что он там чисто земное можно пощупать, потрогать. Луна ушла. Луна — это интуиция. Это душа. Интуиция — это умение чувствовать. Ушла от Меркурия. Мышление не связано с интуицией. Человеку можно... Он творит и какими-то штампами и схемами. Он не способен интуитивно. То, что не способен, он ему трудно, интуитивно. Этуитивность познания гораздо труднее дается. Правда? Пять денег. Наконец я буду смысл этой фразы. И так далее. Вот я взял историю Булгакова. Кстати, детективную историю. Реально. Мало кто знает, что Михаил Афанасьевич был в 1938 году, был притянут к делу самоубийства бывшего наркома НКВД Ежова, супруги Евгении Соломоновны Ежовой, потому что он с ней был очень знаком, и его обвинили в том, что он как врач, бывший врач, воспользовался своими связями и возил ей морфий в санаторий. Было такое дело. И вот вокруг самоубийства, которое повторяется в наше время, и прототип здесь Булгакова есть, он тоже построил такую детективную историю. Кто здесь был и кто за это отвечает, кто виноват или... То есть вторую книжку мне тоже... Да, пожалуйста, Вика. Вика, пожалуйста. Спасибо. Ну и сейчас третья книга, сейчас третья книга. Мне нравится это писать. Хотя я не писатель. Хотя я в данном случае могу сказать, я просто пишущий читатель. Я всегда себя называю. А ты очень интересный. Я пишущий читатель. Прежде всего интересный читатель. Вы надеяли то, что не находите на других книгах? Конечно. Потому что мне обидно, почему вот у нас действительно столько сюжетов. Ну просто вот... Бери не хочу... Ну конечно. И чем мы хуже, чем мы хуже вот этих вот авторов, всех вот этих вот... У нас такие были. У нас герои супер русские были герои. В течение... И причем такие страсти. И с большим размахом. Почему не пишут об этом? Почему об этом не пишут? Об этом можно писать, нужно писать. Вот вам пиар. Вот вам работа на русскую идею. Вот. Или эти не перебивания десять раз одного и того же. Можно потом вернуться и к Екатерине второй. Чистой, кстати, немке. И к этому... Ну да. Ну что делать? Она для России сделала очень многое. Плохо дело, что дворян распустила. Что дворянские сынки и недоросли были уже не уважаемые. А просто... Обучили крестьян. Да. Обучили крестьян. В горе мы собирали и так далее. Но это они виноваты. Деградировали. Нет. Но Макс к Екатерине по-другому она не могла. Потому что иначе мы ее сломали бы и выкинули тутшего. Она же немка, не русская. Это заложница была. Ну вот не в этом дело. Вот. А русский это тоже не национальность. Это дух. Потому что вот если человек принимает крещение, он уже становится как православным. Жизнь и восстановление души. Ну, дух. Кто живет на этой земле? Кто на ней творит? Кто созидает? Творит? Ну, язык еще, конечно. Так, как тюрки, это тоже не народ. А тюрки это группа разных народов антропологические, которые поставлены не одним языком, а одной, в общем-то, языковой культурой. Русские тоже самое. Абсолютно точно, да.